добрый день сегодня интересный пост для меня по крайней мере очень показательный концептуальный история такая она и тупорцема на про нее много говорят но это не причина чтобы мы не тоже не сказали о ней потому что история хорошая история красивая история показательно и так есть лектор про зовут киви бернард чем киви бернард занимается у него есть интересная теория оказывается он исследовал или знает повадки гепардов или леопардов и оказывается он придумал теорию что часть их повадок поведение методов охоты можно перенять и использовать в современном бизнесе написал на эту тему книгу которая стала бестселлером само это уже очень интересно на что взять исследовать или знать или узнать о повадках гепардов или леопардов и подумать что можно это использовать современную бизнесу но это еще только начало затравка что называется для истории настоящая история произошла вот так поскольку он популярный известный лектор с этой темой то его выбрали фирма microsoft знаменитый выбрала что он на конференции основных менеджеров фирмы по всему миру они пригласят его для того чтобы он дал лекцию на открытие конференции на этой конференции должен был быть и сам билл гейтс президент компании microsoft ему позвонили и предложили представился некий джон который был то ли вице-президент то ли сотрудник главного офиса microsoft и сказал ему мистеру бернат вот мы хотим с вами заключить такой договор вы у нас прочитаете лекции мы вам оплатим соответственно гонорар будет столько сколько microsoft может предложить как бы это серьезный гонорар он в принципе сразу согласился но открыл календарь дневник свой ежедневный посмотрел на телефон таки открыл до посмотрел и там нашел что это выпадает на субботу что-то конференция выпадает на субботу и он сказал джон я не могу в субботу я соблюдаю субботу я не могу субботу прочитать эту лекцию ческак и положил трубку через какое-то время позвонил кто-то вице-президент более или сказал ну что горит вопрос в два раза до большим тебе заплатим заплатим в три раза больше в четыре сколько денег ты хочешь на этом это слушайте это не вопрос денег я в субботу не смогу прочитать эту лекцию интересно да подумайте о том что в принципе что ему нужно было мог остановиться в гостинице рядом придется пешком прочитать лекцию единственная проблема в принципе было в чем наверное в том что он говорил бы в микрофон то что пройти без всего может быть было бы и можно говорить в микрофон можно ли говорить микрофон в шаббат это роман шефанчтен зацаль пасаг что нельзя на все мы знаем что говорить в микрофон шаббат нельзя потому что это называется что электричество до мой голос каким-то образом влияет на мембраны потом это преобразовывается как-то электрические сигналы и тем самым получается даже ничего не делаю да но само понимание того что не важно что ты делаешь важно как это выглядит нашлах то важная такая процедура говорит микрофон вражные действия это подпадает под субботние запреты в общем так или иначе мистер берна даже не думал об этом во всех этих аллогических нюансах он отказался и тогда компания microsoft перенесла лекцию и открытие конференции на воскресенье он приехал получил гонорар в три раза больше как он сам говорит получил гонорар в три раза больше и соответственно все было замечательно продолжение истории было потрясающе через какое-то время этот вице-президент позвонил ему и сказал мистер берна мы летели в самолете с мистером гейтсом и я рассказал ему мы обсуждали вашу лекцию это очень она оставила очень приятное впечатление обсуждали вашу лекцию идеи которые вы высказали на этой лекции и тогда я рассказал как произошло что в принципе мы смогли дать организовать эту лекцию на нашей конференции рассказал всю историю что вы не соглашались из-за субботы и тогда билл гейтс сказал вот так это происходит когда есть какие-то вещи которые нельзя купить за деньги то есть билл гейтс недаром он билл гейтс да он понимал он понял что у этого человека оказалась его приверженность богу и его торе его субботе выше его принципы жизненные были выше и важнее чем деньги то очень яркий пример того как мы должны относиться к субботе но я всегда говорю продолжению этого блога может быть продолжение если мы понимаем что мы относимся к субботе с такой важностью что мы не готовы взять там миллион долларов чтобы говорить в микрофон в субботу нас нужно понимать какая великая вещь суббота что нужно из нее выносить какой-то огромный суббот не груз для себя для своей духовности если мы понимаем что только спасение жизни эта причина нарушить субботу спасение жизни человек а все остальное это не причина не наши деньги наши веселительные весели веселение какие-то потехи значит что-то в этом есть в общем вот такая вот история большое спасибо